Закончилась первая неделя сбора, проведена две игры. Как вы оцените прошедшую на сборе работу? То, что мы хотели, то, что планировали, мы все совершили. То есть, во-первых, уже мы проверили функциональность состояния ребят, насколько они готовы выдержать и в каком темпе. По мне, практически все ребята уже готовы играть 90 минут. И те футболисты, которые по ряду причин, то есть, были микротравмы, все, мы их через игры тоже готовим. И то, что я вижу, да, им сложно, у них немножко позиции другие. В основном у нас попадали защитники, им, конечно, попроще, но они молодцы, через игры набирают форму и в целом я так доволен. Можете подробнее становиться на играх. Первая с Гелиасом, вторая с Арсеналом. Как вы их охарактеризуете? Ну, если брать по соперникам, то, конечно, по мне, Арсенал в плане может быть, так, сбалансированность состава посильнее. Вот. Хотя обе команды хорошо готовы функционально. Вот. И... Ну, в первой игре мы хорошо очень сработали в контратаку. Забили два хороших мяча. В целом, выдержали всю вот эту структуру игры нашей. И победили заслуженно. Могли значительно большим счетом обыграть. Вот. Сегодняшней игре... Ну, я думаю, что если брать по структуре игры, то мы сыграли неплохо в плане компактности. Вот. Но в первом тайме, наверное, не хватало. Немножко ребята зажаты были и не все получалось. Но второй тайм я очень доволен игрой команды. Ребята раскрепостились, стали играть быстрый футбол и вообще вопросов никаких не было. То, что в конце пропустили со стандартом, это для нас еще одна лишняя информация, что мы в этом году... Да, в том году мы мало пропустили. Но в этом году все, что мы пропускаем, в основном со стандартных положений. Поэтому надо еще над этим работать. Ну, мы еще не играли оптимальным составом. У нас еще месяц, месяц, и я не вижу никаких вопросов. Возможности футболистов, с которыми вы заканчивали прошлый сезон, неизвестны. А болельщиков больше интересует в настоящий момент, как вы оцените новичков, тех, кто влился в команду? Если можно по персоналу. Если взять, например, даже мы возьмем... Я не хочу брать по персоналу, потому что каждый из них дополняет... Один дополняет другого. Но если взять, что проигрывает 2-0 против Динамо Москвы, ребята вышли на 20-25 минут, они усилили игру, добавили скорости. То есть мы перехватили инициативу, мы сравняли счет и могли еще и развить успех. Та же самая ситуация у нас получилась и против Днепра-Могилевского. Первый тайм мы сыграли 0-0. Понятно, что непростая игра была, все тоже были моменты. В первом тайме все, в конечном итоге, проигрывая 1-0, ребята все равно мне опустили руки и создали... Может, даже комбинировали немножко больше, чем в первом тайме. Но в первом тайме мы, может, более агрессивно играли на атаку. Ну и сегодняшний матч тоже показал, что как бы... Самое главное, у нас есть потенциал. И у меня есть уже значительно больше вариаций состава и возможности именно выбирать тактику, которая будет неудобна сопернику. Чиш получил повреждения в матче с Гелиасом. Было тревожно, но сегодня он появился на поле. А состояние остальных травмированных, когда их можно ждать? На Танцборе они сыграют? Ну, я думаю, что Шева сыграет. В последнем матче, я думаю, с Торпедой Москвой он уже будет готов. Он однозначно сыграет и, по возможности, всю игру. Вот. Дальше у нас Юра Островух начинает набирать форму. Сегодня сыграл 60 минут и, в целом, понятно, в начале ему было сложно и все закономерно, то во втором тайме он добавил движение и я вижу, что он наберет форму. Еще у него есть месяц времени, поэтому я не думаю, что будут отрезенные проблемы. Галович, как я называю, это восточные профессионалы, они не европейцы, а европейцы с востока. Да, у него была травма, он сыграл только единственную игру против Анжи и потом все это время пропустил, но он вышел и целую игру отыграл, и по функционалке не было никаких вопросов, ничего. Я тоже уверен, это боевая единица. Единственное, немножко волнуется Ачивка, но он пока еще психологически побаивается, но я думаю, что или в следующей игру, или через игру он обязательно начнем набирать. Но те наши вот молодежь, которые и Швецов, и Чиж, я ими доволен, как они провели эти матчи, поэтому я думаю, что у Ачивка будет время набрать свои оптимальные кондиции и подойти к чемпионату наилучшим. И последний вопрос. Пока еще открыто трансферное окно. Заинтригуете болельщиков? Какие-то приобретения или всему свое время? Единственное, если появится футболист, который на 2-3 головы сильнее тех, кого мы имеем. Это... Нет, я всегда говорю, если такой футболист появится, у нас появится возможность подписать его футболиста. Мы... Хороших игроков много не бывает. Вот. Но в целом, я не вижу... Мы сохранили наш костяк команды, но мы усилили именно... Усилили конкуренцию, усилили вот вторые номера, которые могут выйти и добавить в игре, усилить игру нашу. И у меня появилась вариативность. Это уже хорошо.